Не допустить в России повторения украинского сценария. С этой целью участники нескольких молодежных и патриотических движений вышли в четверг вечером к памятнику Фрунзе. На вопрос, есть ли угроза российского Майдана, организаторы акции отвечают однозначно. Да, угроза повторению событий на Украине есть, и об этом открыто заявляют лидеры оппозиции, такие как Алексей Навальный, да и другие, о том, что они готовят революцию, готовят так называемый Майдан в России. И здесь, в Иваново, в том числе, есть люди, которые их поддерживают и будут в дальнейшем выходить на площади города Иваново для того, чтобы транслировать эти идеи сюда. На то, что представители оппозиции придут к месту проведения акции, участники антимайданного собрания надеялись. В социальных сетях между двумя сторонами уже завязалась словесная перепалка. Продолжить ее участники собрания хотели вживую, но оппоненты не пришли. Давно наше противостояние идет с национал-предателями. Просто в последнее время, благодаря тем или иным действиям со стороны Навального того же самого, они активизировались в Иванове. Из твиттера, из интернета они начали выходить на наши улицы. Естественно, мы не можем это позволить. Их спокойного, уверенного здесь выступления. Мы противодействуем им все-таки мирным, вежливым путем. И здесь, сегодня, в рамках этой мирной, вежливой акции, мы доказали, что патриотов в Иванове больше, чем национал-предателей. С ощущением собственной победы, патриоты приступили непосредственно к начертанию вежливого круга. По словам участников акции, эту геометрическую фигуру они выбрали не случайно. Это символ единства, уверенности и непоколебимости их убеждений. Россия! 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 Но победу вежливые активисты отпраздновали рано. К месту словесной дуэли представители оппозиционных взглядов все же пришли, хоть и бесчисленного преимущества. Но градус вежливости заметно снизился. Вы предатели родины. Вы русофобы. Вы русофобы. Люди, которые приветствуют события на Украине, которые приветствуют убийство детей и женщин там. Только русофоб может считать, что русские не заслуживают нормальной власти. Это вы, что ли, нормальная власть? Это вы, что ли, нормальная власть? Ты бы сказал про ману. Какая нормальная власть? Вот вы кто? К счастью, до вмешательства правоохранителей словесный конфликт не дошел. Выяснения, кто прав, а кто виноват, ни к чему не привели. Каждая сторона предсказуемо осталась при своем. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.